Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Ученики школ и студенты филологических факультетов обязательно выполняют морфологический разбор различных частей речи. Среди них глагол обычно принято считать наиболее сложным для анализа, поскольку у него много грамматических категорий, которые достаточно трудно определить. Чтобы сделать морфологический разбор глагола правильно, важно точно знать все требования к нему, следовать алгоритму, учитывать все особенности каждой грамматической категории. Сам разбор необходимо выполнять тщательно, внимательно относиться к любому пункту, не забывать об общих правилах анализа. Именно морфологический разбор становится отличным способом регулярно и эффективно повторять грамматические категории глагола, помогает на практике определять свойства глагола, не путать. Категории правильно их определять на конкретных примерах. Энтон Пепеп. Выполняем морфологический разбор глагола. Основные принципы разбора, особенности грамматических категорий глагола, делайте морфологический разбор глагола внимательно. Постарайтесь вникнуть в содержание текста, смысл анализируемого слова. Это необходимо для правильного определения инфинитива, синтаксической роли слова. Сосредоточьтесь и не отвлекайтесь на посторонние факторы. Работайте сначала на черновике. Только полностью выполнив разбор, проверив его, можно приступать к переписыванию на чистовик. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Сначала вам понадобится указать неопределенную форму глагола инфинитив. Для этого нужно поставить слово в форму, отвечающую на вопрос «что делать?» или «что сделать?». Обратите внимание, вопрос должен соответствовать вашему глаголу. Если перед вами глагол читает, нужно задавать вопрос «что делать?». Что делает? Читает, а не «что сделать?». То есть инфинитив для глагола читает, читать, а не прочитать. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Не путайте глаголы разной видовой принадлежности, поскольку вид – это постоянный признак глагола. Он сохраняется, когда вы определяете инфинитив. Зачастую ученики и студенты забывают записать общее грамматическое значение слова как части речи. Не пропускайте данный пункт. Здесь вам достаточно указать уже выученное общее значение глагола «действие». Оно одинаково для всех единиц. Следующая категория – возвратность глагола. В школе многие привыкли, что определить возвратность очень просто. Достаточно посмотреть на слово, выяснить, есть ли у него формальный показатель возвратности. Им является постфиксся или эй. Например, тороплюсь смеется. На самом деле к данной категории нужно относиться более внимательно, а слово необходимо анализировать глубже и тщательнее. Запомните несколько важных моментов. Возвратным может быть только непереходный глагол. Лучше сначала определить его переходность, а уже после этого анализировать возвратность. Однако в разборах принято сначала указывать возвратность. Поэтому сделать морфологический разбор глагола лучше сначала на черновике, а затем переписывать в заданном порядке. Постфиксся или эй – обязательный признак возвратности. Не путайте невозвратные глаголы с постфиксамися или эй с возвратными. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Возвратными не являются глаголы, имеющие данные формальные показатели, постфиксы, но относящиеся к глаголам, которые имеют безличное значение или указывают на интенсивность действия. Например, «не думается», «стучаться». Эти глаголы невозвратные. Точно определяйте переходность глагола. Принято выяснять переходность глагола простым способом. Вам достаточно составить словосочетание с глаголом таким образом, чтобы зависимое слово оказалось в винительном падеже. Запишите словосочетание. Обратите внимание, есть ли в нем предлог. Отсутствие предлога – формальный показатель переходности глагола. Переходный глагол должен обозначать в вашем словосочетании действие, направленное на предмет. Сам предмет в результате действия изменяется, возникает. Запомните, вам важно выяснить потенциал слова, подобрать нужное словосочетание, а не просто посмотреть, есть ли предлог в имеющемся контексте. Грамматическая категория вида чаще всего не вызывает затруднений при морфологическом разборе. Несовершенный вид обозначает действие, которое еще не завершено, находится в процессе и развитии. Оно пока не закончено, что и дало название виду. Обратите внимание, что от времени вид в данном случае не зависит. Глаголы несовершенного вида употребляются во всех трех временах. Например, он выполняет работу, он будет выполнять работу, он выполнял работу. Прошедшее время не дает нам представления о завершенности действия, его результате. Возможно, человек выполнял работу, но не выполнил ее. Совершенный вид сигнализирует о законченности действия. Действие было прекращено, оно достигло своего предела. Нередко глаголы совершенного вида образуются от несовершенных с помощью приставок «читал-прочитал». Простой способ выяснить вид глагола – задать к нему вопрос. Глаголы совершенного вида отвечают на вопрос «что сделать?», а несовершенного «что делать?». Важный момент – глаголы совершенного вида не употребляются в настоящем времени. Озвучено Яндекс Спичкит. Спряжение глагола – очень непростая для определения грамматическая категория. Вам потребуется знание исключений, окончаний глаголов, которые относятся к конкретному спряжению. Лучше всего хорошо выучить окончание, а также несколько глаголов, относящихся ко второму спряжению. Когда личное окончание глагола находится под ударением, вы сможете определить спряжение по нему. Лучше всего поставить глагол в форму третьего лица множественного числа. Окончание глаголов первого спряжения. Уют, ют, ешь, ед, ем, ете. Окончание глаголов второго спряжения. Им, айти, ишь, ите, ад, яд, ую. Если личное окончание глагола является безударным, спряжение определяйте по инфинитиву. Глаголы первого спряжения – все глаголы с безударным личным окончанием, а также слова стелить-брить. Глаголы второго спряжения – все глаголы, имеющие безударное личное окончание, с инфинитивом наить, а также несколько слов исключений, слышать, дышать, держать, гнать, обидеть, терпеть. Ненавидеть, смотреть, вертеть, видеть, зависеть. Существуют в русском языке и разноспрягаемые глаголы «бежать», «хотеть». Есть глаголы, которые склоняются с особыми окончаниями. Например, «создать», «дать». Следующая категория, в которой вам необходимо хорошо разбираться, чтобы сделать морфологический разбор глагола правильно, категория наклонения. Известны три формы наклонения. Сослагательная, условная, повелительная, изъявительная. Чаще всего вы встречаете глаголы изъявительного наклонения, но вам нужно уметь определять любое наклонение. Глагол в изъявительном наклонении имеет формы времени, лица, числа, а также рода, если он употреблен в прошедшем времени. Глаголы в изъявительном наклонении обозначают действия, которые будут происходить, происходят или происходили когда-то. Глаголы в повелительном наклонении побуждают к действию, выражают просьбу, приказ или рекомендацию. В данном наклонении глаголы могут изменяться только по числам. Желательное или возможное действие обозначают глаголы в условном наклонении. Эти глаголы изменяются по числам и родам, но не имеют форм времени. Категория времени есть только у глаголов в изъявительном наклонении, в других случаях ее определять не нужно. Обратите внимание на некоторые нюансы. Настоящего времени нет у глаголов совершенного вида. Сложную форму будущего времени образуют глаголы несовершенного вида. Например, буду смотреть. Определяя непостоянные признаки, не забывайте, что далеко не все из них могут присутствовать у вашего глагола. Помните особенности грамматических категорий, чтобы не тратить время на установление какого-то признака. Порядок морфологического разбора глагола. Этапы работы выпишите слово из контекста, именно так, как оно там употреблено. Это словоформа вашего глагола. Выясните неопределенную форму глагола. Запишите полученный инфинитив. Обозначьте общее грамматическое значение глагола действия. Определите по порядку все неизменяемые грамматические категории глагола, возвратность, переходность, вид, спряжение. Определите изменяемые грамматические категории глагола, наклонение, время, число, лицо, рот. Желательно применять традиционную формулировку. Глагол употреблен в форме. Выясните синтаксическую роль глагола в предложении. Чаще всего глаголы являются сказуемыми. Выпишите предложение и подчеркните в нем глагол в соответствии с его синтаксической функцией. Запишите, каким членом предложения он является. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Не забывайте об основных особенностях грамматических категорий глагола, нюансах морфологического разбора, выполняйте анализ в соответствии с алгоритмом. Тогда вы сможете сделать морфологический разбор глагола тщательно и правильно. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Продолжение следует...